Ребята, всем привет! Вы очень любите, когда я показываю какие-то поделки, которые я сделал своими руками. Это устройство, это не моя разработка, я трассировал только печатную плату. Проект какого-то парня, иностранца. Я уже показывал это устройство несколько лет назад в ужаснейшем качестве, но тем не менее, многие посмотрели, и даже вот сейчас один парень попросил, чтобы я ему сделал точно такое же. Вот, собственно, я ему и сделал. Тогда я, конечно же, отловил кое-какой баг с несоответствием схемы, которая дана, и программы, то есть программа работала немножко по другой схеме. В этой плате уже все исправлено, нет никаких перемычек, ничего. То есть все чисто, красиво, аккуратно, так как и должно быть. Как он работает? Есть три цифры, которые он запоминает, то есть что и является кодом. Код может быть от 0 до 99, то есть подбирать здесь достаточно долго можно будет. Работает он следующим образом, то есть вы по часовой крутите. Это первая цифра против часовой, вторая цифра, и опять по часовой, третья цифра. Как только он погас, он все сбросил, и потом заново нужно крутить. Для того, чтобы выставить код, нужно выбрать, какую цифру мы хотим. Допустим, я хочу код 50, 45, 55. 50, нажимаю кнопку, один раз моргнул. Это означает, что первая цифра, нажимаю, два раза моргнул, вторая цифра. И все нужно делать, в принципе, быстро, чтобы он не выключился. Ну, давайте пусть будет 56. Если я сейчас уйду обратно, то он сбросит это все. То есть нужно все делать четко, без никаких лишних движений. И теперь, если я введу этот код, а именно 50, 45, 56, он у нас включился. Загорелся зеленый индикатор, и реле щелкнуло. Если мы ничего не трогаем, он выключается. Если мы хотим закрыть дверь, то нужно просто чуть-чуть дернуть энкодер. Давайте еще раз. 50, 45, 56. Причем, если мы выключим его из розетки во включенном состоянии, ну, например, случайно пропал свет, и потом свет снова включился, то у нас запомнилось это самое состояние. Ну, то же самое, если он будет в закрытом состоянии, мы выключим свет, и снова включим, то так же самое, светодиод не горит, ну, и реле у нас тоже не защелкалось. Вот такое вот очень интересное, на мой взгляд, и несложное устройство. Единственное, что я когда делал в прошлый раз, то я использовал тупо исходники этого проекта, и у меня все работало нормально. В этот же раз я сделал с этими же исходниками, и начал крутить энкодер, а он, вот когда особенно медленно кручу, я покажу даже, я на мобильный телефон снял, он иногда, допустим, 61,60, 61,60, и если бы это было любое другое устройство, то, ну, ничего страшного не происходило бы. А здесь же он смотрит направление, в какое ты крутишь. И если происходит экстремум, то есть ты крутил вправо, а сейчас пошел влево, то вот это вот максимальное значение, которое ты крутил вправо, он воспринимает как число, которое ты ввел, то есть первая цифра, вторая или третья. И когда ты, допустим, крутишь вверх, и он 65, 66, потом 67, 66, то он думает, что ты покрутил один раз сюда, и один раз сюда. То есть, видимо, тот энкодер, который я ставил, хотя они все из одной партии, был, ну, лучше, меньше дребезга у него было, лучше работал. И мне пришлось переписать функцию, которая опрашивает энкодер. Изначально тут все было настроено на прерывание, то есть одна фаза энкодера висит на внешнем прерывании, и как только ты вращаешь, срабатывает прерывание, микроконтроллер опрашивает вторую фазу и смотрит, если это логическая единица, то значит, что энкодер крутишь в одну сторону, а если это логический ноль, то значит, что энкодер крутишь в другую сторону. Вообще, от внешних прерываний очень круто работает, когда у тебя стоит двигатель, на двигателе стоит какой-то промышленный энкодер, и там идут большие обороты, и очень много нужно этих значений посчитать, тогда все быстро, за пару тактов ты это все обрабатываешь. Но на двигателях и на промышленных энкодерах там уже схема стоит такая, что там дребезга просто нет, то есть там очень жесткие, красивые фронты, и все отлично работает. В общем, переписал, сейчас все как бы отлично, сейчас я уже не в прерывании это все смотрю, а просто опрашиваю энкодер, там несколько сотен раз в секунду. Смотрю, какое состояние, сравниваю с прошлым состоянием, и по таблице истинности, код Грея, ну короче, я думаю, вы и так это все прекрасно знаете. Конструктивно здесь стоит модуль, который из 220 делает 12 вольт, дальше кренка стоит 5-ти вольтовая, от кренки уже у нас питается ATINI 2313, у меня AT90 2313, то есть это старый микроконтроллер, и именно для этого у меня здесь стоит кварц на 8 МГц, и пришлось немножко поменять прошивку, потому что изначально все работает от ATINI 2313 на частоте 1 МГц, от внутреннего генератора, кварц ей вообще не нужен, но я развел такую универсальную плату, когда нужно ставлю кварц, когда нужно ставлю ATINI, потому что у меня есть несколько вот этих AT-шек, достались из одного старого прибора, ну и стандартный, вот этот вот 7-сегментный дисплей с общим катодом, кнопка обычная с подтяжкой, энкодер также подключен с подтяжками, и стоят RC-цепочки для того, чтобы гасить дребезг, но в принципе, вот в такой реализации программы, как я сделал, этот дребезг уже не страшен вообще, ну и также стоит ключ, который управляет ролюшкой, контакты которые заведены сюда, и вы уже можете там поставить либо какую-то заслонку, запор, мотор, ну короче, все что угодно, причем все контакты выведены, то есть они могут быть нормально замкнутые, нормально разомкнутые, то есть то, что вам и нужно, в описании под видео положу ссылку на мной разработанную печатную плату, можете скачать ее посмотреть, ну и также ссылку на проект вот этого вот парня, там есть исходный код, но там правда будет с функцией, которая, ну с моим вот этим вот энкодером, я их когда-то купил 10 штук, они у меня лежат, и там осталось штуки 3 или 4, то есть из той же партии, тогда работал отлично, а сейчас поставил, но как-то не отлично, или я перфекционист, и вот мне не понравилось, то есть, ну в принципе можно было отдать, но не стал, хочу, хочу, чтобы было вот классно, какой там у нас был пароль, 504556, о, красота, супер, ладно, ребята, всем спасибо, всем пока, будьте здоровы, не болейте, программирование, это очень классная, интересная штука, которая позволяет держать вам мозг, молодым и здоровым, рекомендую, потому что многие пишут в комментариях, программирование классно, но мне лень этим возиться, лень этим, бери и делай, лень ему возиться.